Здравствуйте, дорогие друзья! 19 мая 2020 года у нас на календаре. Мы продолжаем серию вебинаров портала «Прианру недвижимость за рубежом». Я Филипп Березин, главный редактор портала. Мы рассказываем о текущем состоянии на рынках зарубежной недвижимости. В каком-то смысле, если бы всю эту кризисную историю, ее не существовало, ее с точки зрения информации надо было бы придумать. Выясняется, что наш формат очень живуч, востребован, и это как раз то, что сейчас нужно. Постоянное общение в интернете, и ситуация меняется практически каждую неделю. А для тех, кто хочет купить зарубежную недвижимость, рано или поздно он об этой ситуации к этой задаче приходил, мы понимаем, что сейчас действительно вот эти изменения, они в значительной степени могут влиять на поведение каждого из нас, вне зависимости от того, какие у нас цели. Кто-то хочет купить и переехать, кто-то хочет приобрести подешевле для себя, кто-то хочет купить, чтобы затем начать зарабатывать. Так или иначе, сейчас возможности для этого есть. И недвижимость становится для кого-то главным решением, а для кого-то может быть одним из, но в любом случае мы обсуждаем с экспертами, а как сейчас ведет этот рынок недвижимости, чтобы понять, а какие возможности у покупателей, то есть у нас с вами сейчас есть. Итак, с удовольствием представляю первого из наших сегодняшних экспертов. Мы сегодня будем общаться с экспертами из пяти стран. Юлия Шаренко, консультант по работе с русскоязычными клиентами компании Great Estate из Италии. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. В двух словах, перед тем, как мы с вами начнем разговор, я расскажу нашим зрителям, как мы вообще построим сегодняшнюю беседу. Значит, после Юлии из Италии мы, соответственно, отправимся в Испанию, после 14.00 в Турцию, затем нас ждут Австрии и Кипр. Чат работает, вы можете задавать в чате свои вопросы. Мы поговорим о текущей ситуации на рынках, поговорим о тех предложениях, которые прямо сейчас могут заинтересовать вас, дорогие друзья. Ну и, Юль, давайте начнем тогда все-таки с текущей ситуации. Середина мая. Как я понимаю, вы уже вышли на работу, и вообще страна оживает. Так это или нет, что у вас сейчас там происходит? Да, смотрите, Филипп, это безусловно так. У нас в Италии с 4 мая началась вторая фаза послабления так называемого карантина, и, в принципе, агентства могли начать уже возвращаться к нормальному темпу работы. Да, ну, понятно, что если мы говорим о просмотрах с клиентами, то 4 мая мы не могли сразу так приступить к работе. Да, мы начали с каких-то подготовительных этапов, и непосредственно уже с 18 числа, с 18 мая, разрешили на свободное перемещение внутри региона, и мы уже можем на полную силу, да, начинать работу с какими-то местными клиентами, да, мы говорим сейчас о итальянских клиентах, безусловно. С 3 июня обещают открыть перемещение между регионами Италии и открыть границы со странами Евросоюза и Шенгенской зоны, что нас очень радует. Давайте тогда в двух словах. Вы ведь работаете на севере страны. Наш центральный офис находится в Тоскане, Тоскана-Умбрия, но также мы работаем с северными регионами, с южными, стиля Сардиния, Тоскана-Умбрия, в принципе, по всей Италии. Ну, то есть вот человек, который обращается в конкретный офис, вот специалисты этого офиса, ну, если мы говорим сейчас про итальянцев, ну, человека повозят, могут показать ему даже объекты, там, вот вы в Умбрии сейчас находитесь, соответственно, по Умбрии вы там готовы сопроводить, показать и так далее. Да, конечно, это так, и у нас запланированы просмотры с клиентами, уже из северных регионов, начиная с 3-го числа, да, активизировались клиенты, да, вот в связи как раз со всей этой ситуацией, да, клиенты из крупных городов, из Рима, из Флоренции, из северных регионов, Белан, Турин, да, они, ну, и раньше, да, мониторили ситуацию, потому что, как бы, регион Тоскана, он привлекает все, да, и природа, и качество жизни, воздух, продукты и так далее, да, и если мы говорим сейчас, да, о тех клиентах актуальности, с которыми мы сейчас работаем, то это клиенты из Рима, да, которые, например, могут, живя в крупном городе, работая в крупном городе, да, планировать переезд в ту же Тоскану и Умбрию, где очень хорошее транспортное сообщение, и ЖД вокзал, и автострада, где за час-полтора вы можете доехать на работу спокойно, да, если мы говорим о жителях крупных городов, как Москва или Санкт-Петербург, что для нас час-полтора добраться на работу. Ну, вот смотрите, тем не менее, два месяца последние прошли в таком сне, в такой дымке, по факту, ну, оглядываясь назад, какая-то работа продуктивная в это время велась, что удалось сделать, удалось, может, рынок оценить с какой-то одной колокольни. Да, смотрите, Филипп, нельзя сказать, что эти два месяца, да, у нас был как бы застой в работе. На самом-то деле работа велась очень активная, мы сразу скоординировались, да, провели какой-то анализ тех действий, которые мы могли бы сделать за время этого локдауна. Это те меры, да, те действия, на которые у нас постоянно не хватало времени. То есть, что мы сделали за этот период, да, мы обновили нашу внутреннюю CRM-систему, мы усовершенствовали наш сайт, блог, социальные сети, мы сделали полный рекол всех наших клиентов, да, в том числе, я занимаюсь именно русскоговорящими клиентами, да, я провела рекол всей базы своих клиентов, обновила, да, их параметры поиска, выяснила, да, какая у кого ситуация, какие у кого планы, там, на ближайшее будущее и так далее. То есть мы полностью активизировали и распределили клиентов на определенные категории, которые, там, более готовы уже к покупке, более такие горячие, да, с которыми нужно уделить больше внимания на данный момент, да, и вот таким образом мы используя, 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 как бы воспользовались этим моментом. Скажите, пожалуйста, о рынок, вот если сравнивать, допустим, ну, условно говоря, там, 1 марта и, допустим, там, 20, ну, в нашем случае, 19 мая, вот в каком состоянии он был тогда, в каком состоянии он был сейчас, перед запретами и вот сейчас? Перед запретами, да, у нас вышла нормальная, обычно стандартная работа, были очень хорошие перспективы, да, на этот год количество заявок было даже наравне или немножко даже превышало этот же период прошлого года, да, если сравнивать с 2019 годом. Сейчас, да, после послабления всех этих мер, мы видим, что есть отложенный сброс, начиная, например, уже с прошлой недели, да, мы получаем очень большое количество заявок от клиентов, которые интересуются вообще в общем ситуации, и также приходят конкретные, да, объектные заявки, клиенты активно мониторят ситуацию уже сейчас, и если сравнивать, да, в процентном соотношении, то где-то процентов на 20-30 больше заявок мы получаем сейчас, нежели в период до начала карантина. Скажите, но это со стороны покупателей, то есть покупатели стали более активные. А что делают продавцы? То есть как они, ну, понятно, что все равно, опять же, не буду говорить за всю Италию, но, значит, именно в Италии все-таки значительное число компаний, ну, не вело сколько-нибудь активной работы, некоторые не вели ее вообще, ну, или, словом говоря, вы сказали, пример с CRM, да, CRM – это такая ваша внутренняя история, да, то есть это то, что люди снаружи не видят. Как ведут себя продавцы? Вот что сейчас, они сделали так, будто ничего не изменилось, будто и не было этих двух месяцев? Да, смотри, за эти два месяца, да, никто из наших клиентов не убрал объекты с продажи, никто не снизил цены на данный момент, за исключением каких-то локальных, там, точечных моментов, да, по личным обстоятельствам, но это та же ситуация, которая была и до, этого, сейчас, да, мы начинаем, как бы, возобновляем контакты со всеми продавцами, да, мы до этого были с ними на связи, да, мы постоянно смотрели состояние цен, то есть объективная оценка объекта, да, и запрашиваемая цена, которая там сейчас стоит, как бы, чтобы донести продавцам, да, реальную цену, по которой они могут продать тот или иной объект, ну, работа, которая проводилась и до этого, она же идет и сейчас, на данный момент массового снижения по-то цен, о котором бы можно было говорить, на данный момент нет, и в ближайшие два-три месяца, как бы, мы, скорее всего, будем наблюдать так называемую раскачку, да, потому что продавцы тоже присматриваются, оценивают свое положение, смотрят на реакцию рынка, на экономическую ситуацию в стране и так далее, то есть в ближайшие два-три месяца, да, мы будем раскачивать и смотреть. А можете ли вы описать, ну, понятное дело, это такая немножко теоретическая история, разговор, вот типичный разговор с продавцом сегодня, ну, вот вы сказали, что вы сейчас еще раз актуализировали историю, но вот вы звоните, что они говорят, ну, все, давайте, мы опять готовы показывать, выставляем по старым ценам или они ждут от вас какого-то совета, какая реакция со стороны продавцов сейчас в диалогах с ними? Ну, слушайте, конечно же, это все индивидуально, да, но в чем заключается наша работа на данный момент? Она, в принципе, шла и активно, и в период карантина, нельзя сказать, что объекты были сняты с продажи, да, мы стараемся донести продавцам объективную рыночную цену их объекта, да, ту цену, по которой они могли бы продать, да, в том числе, вот программа CRM, она интегрирована у нас с программой оценки объекта. И вот мы стараемся объяснить ситуацию, если у них, например, цена уже стояла объективная, да, и мы ее подвели под рыночную стоимость, то мы предлагаем какие-то рекламные решения, да, какие-то стратегии. А они как реагируют? Юль, а они как реагируют? Вот что сейчас? Они, вот, ну, сейчас Анна написала, что итальянцы будут держать цены до последнего, такая нация, да, если мы говорим вот о ситуации, то есть как бы спрос восстановился, это значит, ну, не восстановился, просто он сейчас больше, вы говорите, чем до начала вот этой паузы, а это же означает, что, ну, как бы, если уж хочешь продать, то, по крайней мере, итальянцу продать сейчас вроде как проще, потому что спрос выше. И, может быть, здесь можно ожидать, я не говорю о глобальном падении, но вот какие-то там 3,5 процентов, там, ну, условно говоря, там 10 тысяч с 300 тысячной квартиры, вот что-то такое. Да, несомненно, такие варианты будут, да, но в своей массе итальянцы, как вы правильно заметили, да, и все знают, ментализируют итальянцев, касаемо их недвижимости, они абсолютно никуда не спешат, они хотят посмотреть, подождать, да, но в любом случае они открыты к диалогу, да, они тоже интересуются нашими запросами, да, и если будет какой-то запрос, например, на просмотр объекта, видеопросмотр я имею, да, то они, пожалуйста, показывают, готовы рассматривать предложения покупателей, но, конечно же, они массово не спешат, снижают сцены, и они любят внимание, любят вести диалог, конечно же. Ну, вот смотрите, вот из тех людей, из тех продавцов, с которыми вы сейчас общались, наибольшую гибкость, какой-нибудь пример можете привести, чтобы тот сказал, все окей, готов, вот понимаю, что сейчас вот, ну, было затишье, если сейчас начитается буря, так вот я вот прямо сейчас готов что-то предлагать по особой цене. Были хоть такие, хоть один пример был такой? Конечно же, да, такие примеры есть, но, скорее всего, этому способствовали какие-то личные обстоятельства продавцов, нельзя сказать, что они так резко отреагировали на сложившую ситуацию, скорее всего, у них были какие-то их личные мотивы, по которым они действительно заинтересованы продать сейчас, в ближайшее время. Но, опять-таки, это единицы, я не могу сказать, что это тенденция. Вот вы сказали, что, ну, понятно, первые наиболее активные и покупатели сейчас – это итальянцы, но, соответственно, можно на том, что они запрашивают, говорить о неких нам тенденциях рынка. Вот пусть запросы все равно еще пока такие не сверхмассовые, что сейчас ищут покупатели, то есть какие объекты сейчас начинают пользоваться спросом? Естественно, да, в связи с тем, что практически два с половиной месяца люди были в тотальном заточении, да, и в Италии по сравнению с другими европейскими странами карантинные меры были достаточно жесткими, да, то, естественно, желание людей сейчас – это открытое пространство, это большая площадь, это как минимум несколько санузлов в вашем доме или квартире, это какая-то открытая территория, это может быть какой-то дворик, сад. Если мы говорим, конечно, о вилле или там в крупном доме, это просторы, это территория, это отсутствие непосредственной близости соседей. Или же, если мы говорим о людях со средним бюджетом, да, это какой-то, может быть, таунхаус в городе или квартира с отдельным входом, со своим садом, но, опять-таки, в небольшом городке, где нет массового скопления людей, например, в Тоскане есть такие города, в которых было зафиксировано практически нулевое количество инфицированных в этой ситуации. Естественно, это привлекает людей из крупных городов. И тем более, если, как я сказала, перспектива продолжать работать в крупном городе и приехать жить вот в такой природный контекст, где поддерживается высокое качество жизни. Скажите, пожалуйста, все-таки означает ли это, что на обратной стороне медали снижение интереса, ну или готовность самих итальянцев переезжать из чего-то небольшого, пусть даже расположенного в престижном месте? То есть или это, скорее, спрос со стороны обеспеченных людей, которые готовы, готовы купить себе еще, еще и еще? Или все-таки можно говорить о тенденции что-то в минус, что-то в плюс? Ну, смотрите, если мы говорим, конечно же, о крупных городах, да, таких как Рим, Милан и так далее, то я думаю, что ситуация на рынках крупных городов, да, она будет более подвергаться кризису, да, грядущему и всей этой ситуации, да, и спрос будет, конечно, ну, падать, да, но, конечно, у каждого, конечно, свои потребности, да, и свои предпочтения. Если же мы говорим о элитных зонах Тосканы или Умбри, да, то интерес будет только расти. В какой степени со стороны итальянцев, в какой степени со стороны иностранцев, на ваш взгляд? И сами итальянцы будут первые покупатели или не факт? На данный момент, да, ввиду физических возможностей приехать посмотреть, да, объект, и, конечно же, мы сейчас говорим о итальянцах. Кроме того, кстати, хотела отметить, что именно через 4 мая, когда было послабление гарантийных мер, активизировались также клиенты из Германии. У нас было несколько закрыто, несколько удаленных сделок с немцами, и это еще одно из направлений, да, которое будет активизироваться в первую очередь. Это клиенты из близлежащих стран Европейского Союза, которые могут приехать в Италию либо на автомобиле, да, немцы, голландцы, скандинавы и так далее. Появилась ли какая-то, вот вопрос от Дмитрия, появились ли какие-то изменения на рынке коммерческой недвижимости, потому что, ну, в общем, последние прогнозы сообщества итальянских риэлторов, мы, собственно, делали несколько материалов и готовим сейчас тоже на этот счет, говорят о том, что, ну, наиболее пострадавшим, по мнению итальянских риэлторов, это, во-первых, гостиничный туристический сектор, во-вторых, там офисы, коворкинги и так далее, потому что то, что совместно людям раньше нравилось и какая идея была, сейчас вроде как нет. Ну и плюс непонятные перспективы всяких вот этих маленьких магазинчиков. А с жильем-то вроде все будет хорошо, но для инвестора это означает, тем более, если вы можете инвестировать в коммерческую недвижимость, что именно вот в этом сегменте что-то может получиться интересное. На ваш взгляд, можно ли что-то здесь ожидать? Мы непосредственно как компания, да, мы не занимаемся коммерческой недвижимостью, мы занимаемся живой и элитной недвижимостью. Но находясь здесь в стране непосредственно на месте событий, и, конечно, могу сказать, что касаемо инвестора, да, если мы говорим о ресторане, отеле, коверкинге и так далее, да, то, естественно, ввиду каких-то ограничений, да, нужно потом, опричать и инвестировать в такой объект, сколько времени потребуется для того, чтобы восстановить нормальный эффект, нормальный ритм жизни и вернуться к тому, что у нас было раньше. Также могу сказать, что сейчас, да, если мы говорим о загородных особняках и так далее, есть тенденция переоборудования, какие-то оздоровительные центры, санатории, все, что касается со сферой здоровья, то есть это будет пользоваться спросом. И, конечно же, алистические какие-то помещения, все, что связано с логистикой, с доставкой, все сферы жизни, которые активизировались за этот период, то есть в этом направлении можно рассматривать какие-то инвестиции. Окей. Мы сегодня, ну, по традиции наших, последних наших вебинаров предлагаем нашим экспертам представить какие-то объекты, которые сейчас им кажутся более-менее интересными. То есть те объекты, которые в силу каких-то причин или, может быть, сейчас продаются дешевле рынка, или в ближайшее время там могут начать дорожать, или по-прежнему могут быть интересны с точки зрения или инвестиций, или своего проживания. Юль, давайте тогда посмотрим. Значит, коснемся, так, надеюсь, сейчас презентация наша загрузится. Попрошу ее загрузить. Да, вот она загрузилась. Это у нас кадр номер один, это у нас кадр номер два, а вот у нас и кадр номер три. Итак, давайте рассказывайте, что это такое, что, на ваш взгляд, может сегодня заинтересовать покупателя и почему. Смотрите, да, я предложила этот объект, так как это стандартная история с домом мечты в Италии, в Тоскане, вилла, довольно-таки большой площадью, больше 500 квадратных метров, один вектар земли. По расположению здесь мы находимся в Умбрии, провинции Атернии, на границе с Тосканой. Если мы посмотрим на саму виллу, да, и на ее стоимость, 180 тысяч, это достаточно хорошая цена для объекта такого класса. Если мы посмотрим, да, немножечко назад, на три года назад, да, три-четыре года назад, эта вилла стоила в пределе двух миллионов. И такие объекты, они могут стоять на рынке пять и больше лет, именно без снижения цен, так как продавцы занимают выжидающую позицию, да, это их не последняя крыша над головой, поэтому они не спеша снижат цену. В этом случае цена очень даже объективная. Итальянский дом вашей мечты, пожалуйста, вилла в отличном состоянии, готова к проживанию, да, стиль буазери у нас внутри, да, много мрамора, бархата в интерьере, все, все, что нравится нашим клиентам. Ну, то есть вот это пример все-таки объекта для себя, для тех, кто там, условно говоря, какое-то время прожил в условиях жесткого карантина, ну, как все мы, и больше жить в нем не хочет. Да, абсолютно верно. Возможно, такая альтернатива, например, да, если мы говорим, если человек хочет поменять свой стиль жизни, поменять апартаменты в центре Рима на такую загородную виллу, пожалуйста, почему бы и нет. Или же если мы говорим о инвесторах из России, в том числе, да, хорошая инвестиция капитала, объект, который абсолютно не потеряет в цене, и в то же время в перспективе, возможно, статча в аренду, да, хотя бы для амортизации средств на содержание этого объекта. Ну, вот вы сказали, если я правильно вас услышал, что этот объект стоил 2 миллиона. То есть, и потом, а сейчас все-таки цена, по сути, на 3 ниже. Но эта история не следствие кризиса, это просто вот, если я правильно понял, это пример просто вот, ну, итальянских в хорошем или в плохом смысле слова заблуждений. То есть человек говорил, я хочу 2 миллиона, и ждал-ждал-ждал, потом ему ждать надоело, и он начал снижать. Да, Филипп, вы абсолютно правы. Эта вилла была выставлена на продажу до начала карантина. В начале февраля мы ее взяли на продажу по этой цене, поэтому это абсолютно никак не связано со сложившейся ситуацией. Правильно. А, но вы сказали, что до этого, если я правильно вас услышал или правильно понял, что этот объект хозяин продавал и за 2, и пытался и там 1 миллион 800 выручить уже несколько лет. Да, конечно, абсолютно верно. Вы и сейчас можете увидеть на рынке Италии, тоже Умбрии, виллы, похожие по параметрам, которые выставлены на продажу по цене около 2 миллиона. Окей. Хорошо, и давайте тогда посмотрим по второму объекту. Это у нас, сейчас ли я правильно понимаю, вот, апартаменты в Четонах, уже другая ценовая категория, но... Да, смотрите, да, это один из таких тосканских городов, которые абсолютно не подтверждились нападению этого страшного вируса, да, здесь ноль инфицированных, спокойный городок с хорошей инфраструктурой, с хорошей природой. Если мы говорим о данном таунхаусе, да, он предложен на продажу от компании-реставратора, цена также была снижена на 10%, также снижение произошло до начала карантина. Пожалуйста, традиционная реставрация в лучших стилях, в лучших традициях Тосканы, деревянные балки, терракота, сделанная вручную, отделка травертина в санузле. И, кроме того, великолепное преимущество данного объекта – это свой участок, свой сад, да, здесь на данный момент он пока еще не обработан, да, не доведен до конца, но, пожалуйста, здесь нужно реализовать прекраснейший проект небольшого сада, и в то же время в центре города в доступности к всей необходимой инфраструктуре. Пошли вопросы по одному и по второму объекту. Давайте несколько слов. Ну, приобрел объект, если никому не сдаешь в аренду, о каких расходах ежегодных на содержание может идти речь? Потому что этот вопрос сейчас для многих актуален. Приехать не можешь, деньги тратишь, вот в одном случае и во втором. Ну, хотя бы порядок, если вы сможете назвать. Ну, смотрите, если мы говорим о содержании объекта, естественно, это налог на недвижимость, то есть этот объект, да, если мы говорим о данной вилле в Умбрии, да, здесь ежегодный налог может составить от 2,5 до 3 тысяч, 3,5 тысяч евро в год, да, он уплачивается двумя частями. Ну, по налогам, конечно, здесь тоже нужно смотреть статус, статус самого покупателя. И, естественно, расходы на коммунальные услуги в зависимости от потребления. Ну, хотя бы порядок, скажите. То есть, условно говоря, чтобы не содержать. Потом, ну, видите, вилла, она весьма-весьма ухожена. Конечно, можно и самому заниматься там чисткой бассейна, подстригать траву и радоваться жизни. Но, скорее всего, человек, который потратит определенную сумму на такой объект, захочет кого-то нанять. И, ну, хотя бы, я понимаю, что здесь точные цифры сказать невозможно, но это, это там 5 тысяч евро в год, 10, 15, 20, 50. Мы говорим порядка от 15 тысяч евро в год и выше в зависимости от ваших пожеланий, что вы там хотите, да, и в каком состоянии вы хотите содержать. Окей. Вы сказали, что вот про этот объект, что здесь есть даже шансы некие, некие арендные перспективы. Если да, то для кого и как вы оцениваете их сейчас? Это все равно краткосрочная аренда? Да, смотрите, данные виллы пользуются популярностью у европейских туристов, американских туристов. В основном это либо семьи, да, либо компании друзей, там 70 человек, которые снимают виллу обычно с субботы по субботу, да, есть туристические компании, которые занимаются непосредственно, предоставляют полный пакет услуг, чек-ин, чек-аут, прием, обработка заявок и так далее. То есть есть контракты, вот, ОПРПН, то есть определенная фиксированная ставка, и есть контракты на процентное слое. Окей. Ну и пару слов буквально, вот здесь, значит, ну вы сказали там 10-15, но около 15. Получается, значит, от 10 до 15 процентов, да, в этом случае от стоимости объекта. Нет, простите, нет, 10 до 15, от... Не-не-не-не-не, да, 10 до 15, все верно. Или... Нет, не может быть 10 до 15. От одного до двух, вот, господи, боже мой. Полторы тысячи, 15 тысяч евро от полутора миллионов, это один процент, да, соответственно? Да. Да, 2 процента. Вот, и если мы про этот объект говорим, здесь можно говорить там 2-3 тысячи евро в год или цифра может меняться? Ну, опять-таки, да, в зависимости от того, в каком состоянии вы хотите поддерживать объект, да, ну, в принципе, да, 2-3 тысячи в год вполне должно хватить на содержание таких апартаментов. Окей. Ну что ж, Юль, спасибо огромное. Желаем вам поскорее войти в абсолютный правильный график уже работы и поскорее встретиться в том числе и с русскоязычными покупателями. Я точно знаю, что в Италию многие-многие стремятся, и мы это даже видим по интересу к итальянской недвижимости на Прианру. Итак, Юлия Шаренко, эксперт компании Great Estate из Италии. Юля, спасибо вам огромное. И до скорых встреч и на Прианру, и на наших вебинарах. Спасибо большое, Филипп, за предоставленную возможность. Было очень интересно пообщаться с вами, да, и обратиться к нашим потенциальным клиентам. Еще раз повторяю, интересуйтесь, спрашивайте, держите руку на пульсе именно сейчас, в данный момент, да, возможно появление очень интересных объектов. И, конечно, мы уже ждем скорейшего открытия границ, чтобы встретить вас в нашей солнечной Италии. Спасибо огромное.